Всем доброе утро, мои дорогие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Мне очень приятно, что вы смотрите меня. Делитесь впечатлениями, комментариями и ставите лайки. Если кто-то из вас зашёл в первый раз, присоединяйтесь, подписывайтесь. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы приходили вам уведомления о новых видео на канале. Итак, утро началось. Вчера у меня очень был тяжёлый день. Снимала обзор. Видео про фикс прайс. Кстати, если кто любит покупочки, сделала я обзор на интернет-магазин «Текстильный угол». Пришла мне посылочка. Одежда очень классная. Но выпустила я этот обзор на втором канале «Океан счастья» вместе с фикс прайсом. Ссылочку закреплю здесь, в комментариях, чтобы вам было проще найти. В подсказках добавлю и в конечных заставках. Так что переходите. Везде можете найти вещи очень классные. Мне там понравился очень один костюм, такой домашний. Ткань шикарная. Конечно, камера этого не передаст. Но поверьте на слово, вот именно этот костюм, он шикарный. Брюки. Там, конечно, вискоза плотная, но брюки шикарные, как шёлковые. Я думаю, если вы закажете, не пожалеете. У меня сейчас стирает машинка стиральная, может шум от неё идти. Ну, а у меня вот, ещё раз повторюсь, был тяжёлый день вчера. Я на кухню даже не заходила. Кроме как позавтракать и ребёнка накормить. В смысле не позавтракать. А то вы подумали, что только позавтракали. Нет. Кроме поесть, как бы, да, завтрак, обед, тушен, ребёнка покормить. Всё, больше на кухню я не заходила. Поэтому у меня сейчас здесь погром на кухне. Сейчас будем наводить порядок вместе с вами. Заодно покажу покупочки из магазина Фикс Прайс. Пришла ещё посылка с Алиэкспресс. Ну, в общем, всё это ждёт нас впереди. Ну, а пока начнём убираться. Ну, а сейчас показываю, какой погром у меня на кухне. Да, это всё за вчерашний день накопилось. Сейчас будем мыть посуду, наводить порядок. Ну вот, одеваю мои любимые перчаточки и приступаем к своим рутинам. Вообще обожаю материал вискозу. Он так к телу приятно бежит. Хлопок, конечно, тоже хороший, но вискозу вообще обожаю. Он такой мягкий. Так что я стараюсь заказать всегда вискозу. Конечно, она подороже, но качество того стоит. Напишите, кстати, какой материал, какую ткань, вещи из какой ткани любите вы. Хлопок, вискоза или синтетика. Но синтетику я вообще не приветствую. Всегда там застревает узел. Вот этот мне очень понравился костюм. Тут, конечно, сейчас плохо видно в темноте. Футболку я ещё не стирала. Буду на руках стирать на белое. Не хотела с тёмными вещами. Думала, вдруг окрасится. Костюм шикарный. Погода у нас сегодня шикарная. Тепло, солнышко. Полинка гуляет целый день. Детям можно только позавидовать. Ну и давайте покажу свои покупочки из FixPrice. Их прям совсем немножко, но они классные. Купила вот такие две сушилки. Белого цвета. Там были чёрные, белые. Вот. Смотрите, вместе они как-то уже классно смотрятся. Пока не знаю, как я их буду использовать. Потому что хочу померить у себя в шкафу, здесь на кухне. Ставить можно сюда крышки, да, хранить крышки. Вот. Пока не знаю, померю, как будут смотреться в шкафчике. Или можно использовать именно для мытья посуды. Обычно я сушу на коврике посуду, да. А это можно на коврик поставить эту сушилку. И также складывать посуду, посушил и убрал эту сушилку. В общем, пока думаю, буду думать. И ещё прикупила вот такую полочку. Складная, угловая. Такая она вот небольшая. 77 рублей стоила. Я взяла беленькую. Планирую я её, знаете, куда примерить? В шкафчике здесь, на кухне. В ванной. Ну, у нас руки её будет. Ну, вот так она выглядит вблизи. Вот так раскладывается и так ставится. Ну, конечно, да, шутковата она. Чё-то и стоит не особо ровно. Тяжёлая сюда, конечно, поставить нельзя. Может и сломаться. Но что-то лёгкое можно поставить. Если, например, куда-то в шкафчик ставить. Да, чё-то мне не нравится. Она покачивается. Конечно, хлипкая конструкция, я скажу вам. Мне очень не нравится. Но я говорю, если поставить что-то такое лёгкое, на неё ставить, типа чая там, или, может, специи какие-нибудь. Единственный минус, она не нравится, что она покачивается. Ну, ладно, посмотрим, как мы её установим в шкафчике. Как это всё будет смотреться. И ещё давайте распакуем посылочку с Алиэкспресса. Здесь тоже контейнеры должны быть. Вместе с вами сейчас и увидим, что там за контейнеры. И очень интересно, целыми они пришли или нет. Заказывала я их несколько. Ну, вот такие контейнеры. Три контейнера одинакового размера. Вот такие белые прозрачные. Ну, вот, смотрите, какие контейнеры. Ставятся они вот таким образом. Вот три одинаковых контейнера. Конечно, тут немножечко, видите, чуть-чуть помялись. Вот так рядышком планирую я их поставить. И сюда паринки на фломастере можно разместить ручки. Очень классно будут смотреться. Сейчас для наглядности вам даже покажу. Взяла первые попавшиеся, какие есть у неё. Вот таким образом. Очень удобно для чего? Что видно, какие цвета. Вот взяла тоже фломастер у неё. Сейчас тоже вытащим. Тут, конечно, хорошо хранить такие толстенькие фломастеры. Ну, ничего, тонкие тоже классно будут смотреться. Смотрите. Тут самый главный принцип, что мне нравится. Очень удобно именно цвет. Да, будет видно, какие цвета у этих фломастеров. И все можно распределить здесь по полочкам. Ну, очень классные контейнеры. Я очень довольна, что пришли они в целостность и сохранность, как говорится. Ничего не поломалось. Вот. Классно. Так, на сайте там были различные расцветки. Ну, вот нам понравились вот такие чисто белые. На этом фоне, как говорится, лучше видно цвета фломастеров. Вчера побывали в городе Новомосковске. Ездили, искали полинки джинсы. В Glory Jeans зашли. Перемерили три пары. И только одна из них подошла. Всех, смотрите, короткие. 164 рост. И вот эти даже короткие. То есть фасоны все разные. Но вот эти вот подошли идеально. Прям тютелька в тютельку. Ее рост. Одевай и носи, как говорится. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо еще, что они оказались со скидкой. Основная цена, смотрите, была написана полторы тысячи. А это где-то половину меньше. 700 рублей обошлись. Сейчас буду готовить на ужин баклажаны. Купила пару баклажан. Думаю, многие знают этот рецепт. Рулетики буду делать из баклажан. Буду резать баклажан на дольки. Но единственное, что не понравилось. Мелкие купила я баклажаны. Когда покупал, не знал, что буду с ними готовить. Лучше брать покрупнее, чтобы рулетики получались побольше, пошире. А то получились очень узкие полосочки у меня. Ну, теперь какие есть, будем готовить из этих. Заливаю водой подсоленной, чтобы вышла вся горечь из этих баклажанов. Потом просушиваю. В воде оставляю соленой на полчаса. Потом просушиваем салфеткой. Разбиваем 3 яичка. Подсаливаем. Взбиваем. Будем обмакивать наши баклажаны в яйцах. И обжаривать с двух сторон. Ну вот и все. Все баклажаны пережарила. Теперь подготовлю чеснок. И смельчу его. И еще нам нужен помидор. Нарезаю мелко. После этого складываю в пиалу. И туда же добавим наш чеснок. Все перемешаем. И наша заправка готова. Ну, а теперь берем наши ломтики обжаренные. Баклажан. И кладем помидорчик. И складываем рулетики. Музыка. 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 Вот получились такие маленькие, аккуратненькие наши рулетики. Очень вкусные. Желаю всем приятного аппетита. Приготовьте такое блюдо, не пожалеете. Ну что, вот такой у меня сегодня овощной ужин. Баклажаны очень понравились. Ну, я думаю, все-таки готовили, все знают вкус. Очень вкусно. Так, ну что, на сегодня, наверное, мое видео будет заканчиваться. Все вам показала, рассказала. Кухню помыла, постирала. Так, ужин приготовила. Остальные дела сделала. Правда, хотелось сегодня выбраться в парк. Походить со своими любимыми палками, но не получилось. Может быть, завтра с утра пораньше встану. Наверное, выберусь, пока жары не будет. Ну вот, теперь на кухне порядок. Посмотрите, что было с утра и что стало вечером. Все. Поужинули, посуду помыла, все вытерла, тоже убрала. Чтоб на завтра, на утро у меня уже ничего не оставалось. Вот, завтра, как говорится, утро свободное. Пойду в парк. Так, что-то вот не хватает. Сейчас бумажное полотенце вот здесь заменяю. Вернее, не заменяю, а новые достаю, кончились. Сейчас вот как раз начала вам с вами разговаривать, болтать. И сразу увидела свои недочеты на кухне. Пойду за бумажными полотенцами. Не так давно купила вот эти бумажные полотенца. По-моему, в Магните были как-то они со скидкой, продуши. Цену не скажу. Смотрите, они такие большие. Макси. 300 отрывов. Ну, еще попробую. Никогда такие раньше не брала. Я сюда брала либо Зеву, либо вот Фикс Фрайси тоже двойные. Там по 77 рублей. Сюда мне нравились. Знаете, что-то вот были со скидкой. Думаю, да, куплю, попробую. Показались они мне неплохие. Ну, пока не испробуешь, не узнаешь. Вот Фикс Фрайси мне нравятся. Вот эти по 77. Классные тоже полотенца. Посмотрите, они чисто белые. Так, как они отрываются. Короткие листы. Ну, да, видите. Линии отрыва здесь и здесь. Тоже короткие, как Фикс Фрайси. Это хорошо. Мне такие больше нравятся. Ох, еле проходят. Так, ну, все, поменяла. Тьфу-то не поменяла, поставила новый. Что ж мне сегодня все ворвает. Слово поменяла, поменяла. Ну, кстати, мне кажется, они вот не такие плотные. Даже Фикс Фрайси, наверное, чуть поплотнее. Ну, ладно, попробуем в деле, как. А то, может, даже Фикс Фрайси получше. Решила выйти на балкон, посмотреть. Белье мое не высохло. Все время было жарко. Нет, еще сырое. Штаны-то долго будут сохнуть. Посмотрите, какую нам тут красоту сделали. Вот, прям, недавно на днях. Я не знаю, вам видно, но я хочу как-нибудь попозже вечером выйти, когда уже будет более-менее темно, и заснять, какие нам тут фонари поставили. Может, вам и видно. Не знаю, как они светятся. Нет, это надо вблизи, конечно, смотреть. Ну, вот, показываю вам в темноте. Надо свет большой включать. Как смотрятся вот эти контейнеры. Видите, я расставила здесь полинки. Очень классно получается. Сейчас свет включу, чтобы получше видно было. Ну, вот, чуть-чуть получше. Вот, видите, они прям хорошо тут вписались по стеночке. Три контейнера. Вот все ее фломастеры. Очень удобно видеть, какие цвета. Раз, взял. Как и оранжевый. Раз, взял розовый. Классные. Ну, а на сегодня я с вами попрощаюсь. Всем спокойной ночи. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok